У фондах музея Гомельского палацово-паркового ансамбля больше 250 тысяч экспонатов. Звыше 6,5 тысяч – у постоянной экспозиции. Что год поглядеть на их приходит до 300 тысяч наведвальников. Правда, сами супрацовники музея добро разумеют. Одными выставами у нас сейчас обмяжовываться нельга. Как працовать у такой установи, как Гомельский музей, необходимо быть саправды адоранным человеком. На самом деле, работают здесь, похоже, на американские горки. Это захватывающе, интересно, необычно, разнообразно. Мы здесь учимся самым невероятным вещам. Я здесь впервые научилась танцевать, впервые научилась работать в фотошопе, впервые научилась шить. В общем, музей от своих сотрудников требует действительно исключительно многозадачности и многоталантности. Спевают, танцуют и организовывают майстер-классы супрацовники Гомельского музея не только для уластного задавальнения. Тут перакананы. Работа существенного музея – это у некой ступени шоу с выховавчими, забавляльными и, обовязково, познавальными элементами. На советских музеях выросло не одно поколение. Але это не означает, что не требуем кнуться до лепшиха. Особливо, коли у свете есть множество прикладов, значно больше займальной организации музейной просторы. Я с полной уверенностью могу сказать, что музей Государственного историко-культурного учреждения Гомельский дворцово-парковый ансамбль – он инновационный, он новаторский, он где-то находится даже на грани между культурой и аттракционом. В него интересно приходить. На ведвольники Гомельского музея не только глядачысь и удельники мероприемствов. За пошние 10 годов жахары краины подарили установе больше, как 5 тысяч экспонатов, у тем леку редких и дорогих. Докладный кошт ни которых, ни за все, могут оценить даже специалисты. Хоть, с другого боку, не все вымирается только грошима. Мы обратились по телефону вначале, и потом предложение Гомельчан было следующее передать, чтобы мы приняли в дар великолепную икону, минию годовую, миниатюрного письма, икона в шикарном киоте, окладе, великолепные сохранности. Вот такое было решение на семейном совете. Передать эту икону нам в музей, и сегодня она занимает свое достойное место в экспозиции, где представлены культовые предметы из фондов нашего музея. Олег Шенсюрова, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания Гомель.